Да, действительно пострадало и несколько крупных сельхозпроизводителей Иркутской области. Ну, например, Иркутский масло-жиркомбинат, это обсуждалось широко, изъятое поголовье 1314 голов крупного рогатого скота. Надо сказать, что это предприятие также 15 марта получило компенсацию возмещения ущерба, понесенного за изъятые головы, и мы надеемся на то, что предприятие восстановит поголовье, благодаря вот этой помощи, этой компенсации из областного бюджета. Мы, конечно же, сразу прогнозируемое выбытие, провели свой анализ, но вот все поголовье, которое было изъято за эти 23 очага, и сейчас в Осинском районе, это порядка полутора процентов, и оно, конечно же, не скажется никаким образом абсолютно ни на доступности продукции, ни на каких-то экономических обстоятельствах, именно с учетом тех новых ферм, которые мы планируем ввести в 2024-2025 году. Но так как действительно пострадали предприятия, пострадали люди, правительство Иркутской области компенсировало понесенный ущерб тем, кто имел право на это по законодательству. Спасибо. Спасибо. Спасибо.